Вы слушаете SBS Russian. Австралия ввела чрезвычайное положение в Курской области после того, как украинские войска перешли через границу. И австралийского хоккеиста Тома Крейга лишили олимпийских привилегий за покупку кокаина в Париже. А теперь подробнее об этих и других новостях. Работники сектора ухода за детьми по всей Австралии получат повышение заработной платы, если центры согласятся не повышать стоимость своих услуг более чем на 4,4% в течение следующего года. Увеличение, финансируемое правительством, будет осуществляться поэтапно в течение двух лет. Сначала на 10% в декабре, затем на 5% через 12 месяцев. К декабрю 2025 года зарплата работников, получающих минимальную зарплату Award Rate, увеличится более чем на 150 долларов в неделю. Премьер-министр Энтони Альбанезе говорит, что это увеличение отражает ценность работников. Повышение заработной платы на 15% – это справедливость. Справедливое повышение платы за работу, которую выполняют воспитатели раннего возраста. Это не только присмотр за нашими детьми, они не только этим занимаются. Да, они присматривают за ними, но они и заботятся о них. И что важно, они воспитывают их как хорошо. Сделка на сумму в 3,6 миллиарда долларов была достигнута комиссией по справедливому труду, которая расследует заниженную оценку работы в сфере образования и ухода за детьми дошкольного возраста, ухода на дому за людьми с инвалидностью и других социальных услуг. Россия ввела чрезвычайное положение в Курской области после того, как украинские войска перешли через границу. Президент Владимир Путин заявил, что Украина осуществляет то, что он называет крупномасштабной провокацией. По его словам, сотни украинских солдат пересекли границу во вторник утром, совершив одно из крупнейших вторжений на российскую территорию с начала войны. Губернатор региона сообщил, что из приграничных районов эвакуированы тысячи людей. Соединенные Штаты заявляют, что ранее не знали об атаке, а пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что они свяжутся с украинцами, чтобы узнать об их целях. Они собираются предпринять действия, верно? Действия, которые соответствуют здравому смыслу, чтобы, безусловно, попытаться защитить себя от этих атак. Но что касается конкретной операции, мы собираемся связаться с ними, чтобы узнать, какова их цель, и продолжать внимательно следить. Мы собираемся продолжать оставаться в курсе, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое для защиты от агрессии России. Русская служба BBC сообщает, что вчера весь день продолжались бои в приграничных районах Курской области, прежде всего в Суджанском. Российский Минздрав сообщил о 31 пострадавшем от обстрелов области, включая шестерых детей. На прилегающей украинской территории в Сумской области была объявлена обязательная эвакуация жителей 23 населенных пунктов, общей численностью около 6 тысяч человек. Никто из военного или политического руководства в Киеве не прокомментировал происходящее в Курской области. Сообщается, что был тяжело ранен сотрудник российского государственного медиахолдинга ВГТРК Евгений Поддубный. По словам представителя ВГТРК, он пострадал от атаки FPV-дрона. И к другим новостям. Организаторы отменили три концерта Taylor Swift в Вене после того, как полиция арестовала двух человек по подозрению в планировании террористических атак. В Тернице был арестован 19-летний гражданин Австрии, который якобы в этом году принес присягу на верности Г. Второй человек был арестован в Вене. Представитель службы общественной безопасности сообщил, что двое подозреваемых выражали радикальные взгляды онлайн и что были обнаружены химические вещества, которые сейчас исследуются. Концерты были запланированы на четверг, пятницу и субботу. Тем временем в Великобритании продолжаются протесты. Тысячи людей собираются, чтобы противостоять митингам крайне правых против центров предоставления убежища и миграционных юридических фирм. Жестокие протесты и беспорядки начались на прошлой неделе после того, как три девочки были убиты в результате нападения с ножом недалеко от Ливерпуля. Беспорядки подогреваются дезинформацией. В интернете циркулируют ложные утверждения о том, что нападавший был иммигрантом-исламистом. Это самая сильная вспышка насилия в Британии более чем за десятилетия. BBC сообщает, что Телеграм удаляет каналы и сообщения, содержащие призывы к насилию. Ранее он закрыл группу из 15 тысяч человек, которая, как полагают, была одной из первых, кто распространил призывы к протестам. Вице-премьер Великобритании Анжела Рейнер посетила пострадавшую от беспорядков гостиницу для просителей убежища. Она говорит, что нет оправдания агрессивному поведению. Выходить на улицы, бросать предметы в полицию, нападать на полицию, нападать на отели, подобные тому, где я нахожусь сегодня, это незаконное выражение недовольства. Это не то, как мы занимаемся политикой в этой стране. И никто не должен потворствовать этому. Это бандитизм. Вы слушаете новости СБС. Куантес сократила почти на 10 миллионов долларов финальную выплату Аллену Джойсу после досрочного ухода бывшего руководителя с руководящего поста в авиакомпании. Транш акций стоимостью 8,36 миллиона долларов на начало финансового года будет отменен. Бонус также будет сокращен на 900 тысяч долларов, говорится в заявлении Куантес, сделанном в четверг. Другие руководители и директора также сталкиваются с сокращением выплат. Джойс покинул Куантес в сентябре, перенеся свой выход на пенсию на два месяца раньше. Авиакомпания начала проверку в октябре после 12-месячного периода, в течение которого Куантес обвинялась в рекламе билетов на уже отмененные рейсы. Также было остановлено, что во время пандемии COVID-19 она незаконно сократила более 1600 сотрудников. Штраф за отмену рейсов в размере 100 миллионов долларов ожидает одобрение суда. Женщина-представительница народа Виранджури Ивон Уэлден надеется стать первым мэром Сиднея из числа аборигенных людей. Три года назад она стала первым представителем аборигенных народов, избранным в городской совет. Другим претендентом на пост будет Кловер Мур, которая последние два десятилетия была лорд-мэром Сиднея. Ивон Уэлден сказала NITV, что ее компания основана на доступности жилья, переходе к зеленой экономике, поддержке местного бизнеса и искусства. Время пришло, я думаю, что это уже давно назрело. У нас есть город, который приходит в упадок во многих отношениях. Наши основные услуги не предоставляются, и поэтому я поднялась и встала, объявляя, что я собираюсь внести изменения для города и, по сути, для страны. Землетрясение, которое ощущалось накануне в некоторых частях Виктории, вероятно, является авторшоком землетрясения 2021 года. Сейсмологи предположили, что толчок силой 4,1 балла в среду утром был следствием землетрясения магнитудой 5,9 балла в штате Виктория в сентябре 2021 года, которое повредило здание в Мельбурне и ощущалось даже в Канбере, Сидне и Аделаиде. Главный научный сотрудник Центра сейсмологических исследований Адам Паскаль говорит, что физический размер землетрясения был примерно в 100 раз больше, чем у землетрясения 2021 года. Это самый сильный авторшок со времени землетрясения магнитудой 5,9 балла в 2021 году. С тех пор у нас было три сильных авторшока. Год назад магнитудой 4,2 балла и 4,7 балла, а теперь 4,1. И так Земля все еще успокаивается, чтобы снова начать накапливать напряжение, создать некоторое напряжение, а затем снова сползти. Каждый раз, когда Земля сползает, это вызывает землетрясение. И мы ожидаем, что это будет продолжаться. Вы слушаете новости СБС. Исследователи говорят, что температура вокруг Большого барьерного рифа достигла самого высокого уровня за последние 400 лет. Ученые, используя записи скелетов кораллов, получили более точные данные о повышении температуры. Они обнаружили, что температура моря была относительно прохладной и стабильной в течение последних четырех столетий, а недавнее повышение температуры поверхности моря стало беспрецедентным. И к новостям Олимпиады. Австралийский хоккеист Том Крейг потеряет все оставшиеся олимпийские привилегии после ареста в Париже за покупку кокаина. Во вторник 28-летнего мужчину задержали в парижском полицейском участке, но отпустили, без предъявления обвинений. Он извинился за то, что назвал ужасной ошибкой. «Я совершил ужасную ошибку. Я беру на себя полную ответственность за свои действия. Мои действия только мои и никоим образом не отражают ценности моей семьи, моих товарищей по команде, моих друзей, моего вида спорта и Олимпийской сборной Австралии. Я поставил вас всех в неловкое положение, и мне искренне жаль». Глава австралийской миссии Анна Мирос заявила, что будет проведена проверка. Она говорит, что Крейг – хороший человек, который принял плохое решение. «Наша команда показала себя образцово на этих играх, и его действия не отражают ценности этой команды и не умаляют ее результатов. Он извинился, выразил раскаяние и признал свою ошибку. И мы будем поддерживать его, если ему понадобится помощь. В результате Том потеряет все оставшиеся у него олимпийские привилегии. Он уже уехал из олимпийской деревни, и, насколько я понимаю, он не собирался на церемонию закрытия. Если он собирался, он не сможет присутствовать». Мужская сборная Австралии выбыла в четвертьфинале парижского турнира, проиграв в воскресенье Нидерландом со счетом 2-0. В среду, в 12-й день Олимпийских игр, австралийские спортсмены завоевали 4 золотых и 2 бронзовых медали. Нина Кеннеди выиграла 18-ю золотую медаль для Австралии на Олимпийских играх в Париже в прыжках с шестом среди женщин. Мэтт Денни выиграл первую олимпийскую медаль Австралии в метании диска. Он получил бронзу. Мужская команда заняла первое место в велотрековых гонках. Киган Палмер выиграл золото в соревнованиях по скейтбордингу. Мэтт Уирн принес золото в парусном спорте. И спортсменки завоевали бронзовую медаль в Олимпийской эстафете марафона по спортивной ходьбе. Вы слушаете новости СБС. И в завершении нашего выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар в четверг торгуется на отметке в 65 американских центов, 60 евроцентов и 55 рублей 92 копейки. И о погоде. Это были все главные новости СБС к этому часу.